приветствую вас дорогие друзья привет привет ну что сегодня мы варим свечи сегодня мы сварим магическую шаманскую свечу травами сварим желтую добавим травок расскажу каких и что нам понадобится приготовили немножечко как немножечко приличненько приготовили воска вот я снимаю с натуральных потому что так дешевле не было я купила свечи оценила сколько стоит вот сколько свечи натуральные водки проверенный завод и так мы будем сегодня сделать магическую свечу которая будет отжигать негатив свеча узел называется для разорубки разрешение привязок завязанных каких-то ситуаций завязанных узлов чтобы дороги открылись чтобы любовь открылась чтобы все мечты сбывались чтобы негатив ушел негативные привязки старые сексуальные привязки чтобы уходили на одну смотря на что мы конечно будем ее так сказать заряжать мы ее сейчас будем делать иногда во время делания свечи можно конечно музыку включать дан какие-нибудь мантры какую-нибудь шаманскую музыку чтобы прямо во время процесса ее уже заряжать а можно в принципе и потом зарядить но так как вот youtube может видео порезать да и лучше не включать никакую музыку ну если что потом покажу как я заряжаю свечи в общем что нам для этого понадобится что мы сегодня берем немножечко возьмем розовых лепестков я приготовила шалфей как нечисть не любит шалфей у нас есть ступочка ступочка необходимое количество ингредиентов мы перемолим растолчем сделаем то что нам нужно и в принципе что нам еще понадобится нам понадобится фитиль у меня уже есть фитиль фитили у меня уже злощеные то есть я в два в одном я делаю с одной стороны свечи взяли натуральные и оттуда и фитиль есть да и он уже злощеные они лучше так сказать стыкуются имеет такое сцепление и что нам еще понадобится такая штучка шила как молоды у меня силиконовые и нам надо будет вытащить вот сюда он протащить фитиль то нам понадобится вот но сапожный но нам с крючком понадобится пригодится пригодится нам весы ну посмотрим как когда и насколько пригодится у меня тут куча разных молд мы начнем пожалуй с узла приготовил это я много но сейчас сижу и думаю наверное все таки один момент одну молодую одну свечу мы будем заливать ну что приступим воск я уже подготовила вы тоже если купите свечи можете подготовить воск если знаете граммовку подготовьте столько же грамм сколько надо вам да если не знаете граммов ну готовьте больше чем надо ну останется растопленный вот все равно можно перетопить к тому же он у нас ведь ответ красителей и пока мы сейчас ставим на водяную баню льем водички поставим на плиточку включим поставим растапливаться и в принципе что сделаем возьмем розовых лепестков уже засушенных и каркаде шички немножечко растолчем и так мы растолкли немножечко розы с каркаде нам надо немножечко потому что мы еще будем толочь шалфей и возможно полыньку потому что нам надо отрубить весь негатив смотрим дальше что у нас шалфеечкой шалфеечкой что чтобы было более мелко дисперсно лучше помельче потому что будет отгорать свеча да будет все это отгорать и крупные какие-то такие палочки веточки если они сгорятся будет плыхать свеча да и к тому же оно еще должно быть как-то воском пропитана поэтому вот так вот немножечко мелковато назовем вот так итак шалфеечка мы тоже чуть-чуть положили тоже перемелем перемолем можно также добавлять масла какие-либо масла пока я добавлять не буду масла в следующий раз любом на магии если надо так то нам дальше понадобится давайте-ка сделаем фитиль для вот уже какая-то травинка забежала сделаем фитиль в молду что мы делаем находим визуальненько серединочку протыкаем 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 что у нас вышло и мы сюда вот если видно зацепляем наш фитиль и вытаскиваем в принципе я вывернула чтобы мне лучше было видно и затащила вот у нас крючок вывела это все выворачиваем молду тут вот у нас получилось вот так вот так что нам дальше лучше сделать нам надо когда будем вот эту форму заливать какую-либо перегородку да и чтобы вот сюда вот зацепить можно конечно использовать эти палочки для мороженого а можно нечто похожее вот на ребеночке и они у нас зальются тут вот будет фитилёчек и свеча остынет пока мы делаем просто обычную стандартную более-менее простой свечу так давайте дальше посмотрим что нам еще надо какую еще надо поискать полынку итак мы возьмем полынку буквально вот пару веточек вот таких вот и что у нас приготовлено уже травка приготовлена в принципе полынка она когда высыхает она и так же мелкодисперсная и веточки у нее тонкие ну или я по крайней мере сейчас не совала так и не взяла и ветки у нас уже там слышно закипает водяная баня в принципе для лучшей стыковки когда на водяной бане воск закипит можно сразу туда и травку кинуть чтобы воск травку нашу пропитал и что у нас шелфеечек у нас он во-первых оздоровительный а во-вторых дышать им полезно от третьих все это дело и нечисть отпугивает и негативных сущностей получилась такая небольшая смесь делать то что вот она тут смешается нам много и не надо потому что все отвечает должна гореть узел должен разрубаться а не так сказать прямо не набита должна быть свеча травой можно конечно и набита но как-то грамотно тогда побольше мелкого и так возьмем палку мешалку и помешаем наш вот который растворяется в принципе все что мы мешали с травой все что у нас получилось мы сейчас пожалуй будем потихоньку добавлять чтобы она пропитывалась не совсем вам будет видно да все далековато плита но надо это делать на горячий и так вот потихонечку топится наш воск в эти моменты я говорю заговоры сейчас говорю заговоры про себя завтра отдельная тема не сейчас кому интересно может сказать что то вроде попитайся о чем я говорю да смысл шаманство смысл включать чтобы силушки энергии дало чтобы негатив отожгло чтобы пропиталась трава чтобы все свои свойства она отдала красиво люблю фиолетовый цвет потому что он убирает астральные чекральные самые лучшие примерно так пусть топится пропитывается и уже скоро будем заливать и так мы растопили наш воск будем заливать чтобы нам ничего не мешало так надо еще вот что подготовить на всякий случай вот так остальные могут нам пусть не мешают в ребенку нас подготовили сейчас будем произнести необходимые молитвы необходимые мантры замешали перемешали можно крестом можно по часовой стрелке если на позитив в общем ваши зарядные молитвы которые нужны для свечи для чего вы делаете на что делаете пока без алтаря будем заряжать уже прямо горячего то пока вот так на бачок все равно конечно оседает травка так как у нас немножечко пролилось это ничего страшного я заварила побольше чем надо было как раз на случай эпик фейлов супер лопаточка не упустить эту штучку сейчас мы сейчас склеить будет мы поставим палку нашу помогалку конечно же лучше делать в партеке потому что я хрюшенька маленькая потом воск убирать с одежды надо просто проглаживать через все ли там распределилась смотрим трава наша распределилась через бумажку на проглазать через салфетку бумажную прогладить и по одежду без воска и весь воск перейдет на бумажку так может быть прямо еще чуть 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 долить воск вот так все 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 что потом мы сделаем там пам-пам-пам тут уже начинается начать высыхать вытягиваем наш петель оттуда вот все у нас идет натяг все остальное как высохнет покажу что делать вот с этой общейся вещью так как она нам еще пригодится как угодно она нам может понадобиться еще в какую-нибудь там свечу с этими же ингредиентами мы берем обычный пакетик пультиленовый туда сольемся и там все застынет с собой дальше ну что результат смотрим позже ну что у нас немножко все посохло давайте смотрим распаковка наши свечи что у нас тут происходит потихонечку потихонечку открываем она еще даже тюклинка потихонечку разворачиваем о какой шикарный прелесть то какая аккуратно аккуратно вытаскиваем наш петель вот он так смотрим вроде трава даже равномерно распределилась и смотрите какая свеча шикарная магическая получилась от негативных привязок чтобы разрубить чтобы дороги открыть и даже тут все равномерно более-менее распределилась пахнет класс вот такую свечу можно заказать напишите мне ссылки все указаны тут вот под видео ссылки вставлю куда мне можно написать чтобы обратиться за такими свечами классно офигенно еще с травами оно пахнет натурально сами по себе сам по себе воск очень хорошо медом пахнет у нас прям медовый там на видео было видно медовый такой у нас раствор получается прям буквально в твердом меде как будто все это запечатлено все прекрасно что вот как у нас энергоинформационная такая структура которая кристаллизуется под определенные моменты и еще конкретно если на что-то надо делать я эту свечу заряжу конкретно на то чтобы открыть любовь заряжаю на алтаре на любовь если надо развязаться с судебными делами если надо с деньгами чтобы открылись дороги была развязка заряжаю на деньги эту свечу вы ее приобретаете зажигаете молитесь просите все необходимые инструкции скажу и все будет хорошо в вашей жизни и все у вас наладится ну что желаю вам удачи хорошего дня хорошего настроения пусть у вас все будет замечательно и увидимся с вами в следующих видео пока 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 пока